Послушайте, на Патуме из года в год происходит одно и то же. Вам не надоело? Нет, это вообще невозможно. Если с 16 века, пять веков подряд люди прыгают на этой площади, значит в этом что-то есть. Это традиция у нас в сердцах. Те, кто относятся к жизни философски, понимают, что добро и зло – это не противоположные понятия, а единое целое – инь-янь, вечная гармония двух начал. И похоже, что жители Каталонии прекрасно об этом знают. Автономное сообщество Каталония находится на северо-востоке Испании, выгодно сочетая море и горы. 7,5 миллионов ее граждан не желают именоваться испанцами, говорят на каталанском и берегут свои традиции с подлинной страстью, в чем я и собираюсь убедиться в 100 километрах от столицы Каталонии и Барселоны в маленьком городке Берга. Каждый год на его улочках и площади проходит весьма своеобразный праздник Патум, охраняемый ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества. Каталонцы в целом – народ смелый и гордый, но бергаданцы особенно. Местных жителей всего-то 17 тысяч человек. Но не убоявшись последствий, они взяли и объявили персоной нон-грата самого короля Испании Хуана Карлоса. За то, что тот в период экономической нестабильности поехал в Африку охотиться на слонов. Хуану Карлосу пришлось извиниться. Все правильно, сказали бергаданцы. Если убивать кого-то, то только нечистую силу. Образно на Патуме. Патум не просто праздник, он кормилец города, основа ВВП Берге. На символах праздника здесь делают деньги, но дух Патума живет не в сувенирных лавках и витринах. Он в брусчатке, по которой уже 500 лет ходят процессии, и в сердцах бергаданцев. Всего 5 летних дней продолжается праздник, но весь город в едином порыве впадает в экстаз. Уже через 10 минут выйдет человек с Табалем и Патум начнется. Военный барабан Табаль – главный музыкальный инструмент праздника. Его большое бьющееся сердце. Едва тяжелые удары оглушают площадь, смело могут пробуждаться от спячки герои Патума. Утро – время великанов. 360 дней они томились в застенках мэрии, но теперь им можно выйти в свет. Гигантов всего четверо, две степенные пары. Одной где-то 110, другой более двух сотен лет. Но не стоит думать, что старички-великаны вот-вот развалятся. Скорее это ждет тех, кто их понесет. Поскольку, чтобы ожить, куклы-гиганты должны усесться на чьи-то сильные плечи. На первый взгляд кажется, что великанов чествуют. На самом деле их унижают. Гигантские фигуры изображают мавританских правителей. А Каталония, как и вся Испания в целом, в прошлом страдала от нашествия мавров. И это своеобразная месть. Знатных мусульман-великанов выставляют по смешищам, заставляя на потеху публики кружиться и плясать. Праздник, как живой организм. Бьющееся сердце Табаль гонит горожан по улочкам кровеносным сосудам. Между прочим, эти удары – Патум, Патум – и дали название празднику. В старину Табаль был единственным аккомпанементом Патума. В процессе же эволюции появился оркестр. Бергаданские дети с малых лет знают все мелодии и мечтают, повзрослев, стать носильщиком великана, гидры или орла. Короче говоря, взвалить на свои плечи одного из персонажей Патума. Гиганты в сопровождении толпы ходят по городу несколько часов к ряду. По пути они делают особые остановки перед домами почетных горожан и кружатся, чтобы показать тем самым свое уважение. Ближе к обеду народ постепенно расходится. Сколько же можно плясать? И, пойдя за толпой, я свернула на спокойную улицу, где находится одно из старейших кафе города с весьма любопытным названием – Калнегры. В сущности, оно означает «быть черным» и с родни великаном обыгрывает мавританское прошлое Каталонии. Днем здесь тихо-спокойно, но по вечерам это самый шумный бар Берге. Ола! Привет! Не против, если я сяду рядом? Смеетесь, что ли? Отлично! А что вы пьете из такого маленького стаканчика? Это бар Режа – местный алкогольный напиток. Вот как? Что-то особое бергаданское? Ага. Это коронный напиток для Берге. Сладкий и крепкий. В принципе, он продается круглый год, но пик потребления приходится на Патум. Что же это за Патумский эликсир? Это смесь из сладкого вина сорта «Мускатель» и такого же сладкого анисового ликера. Убойная штука. Да? Надо попробовать. Уверены? Конечно! Мартин! Привет, красотка! Стаканчик бар Режи? Угадали! А как же ее пить? Залпом? Не обязательно. Можешь растянуть удовольствие. Спасибо. Наслаждайтесь. Ваше здоровье! Взаимно! Как вам? Очень даже вкусно. Только бутылки какие-то странные, как будто из-под подсолнечного масла. Потому что бар Режа чаще всего самодельная. В бутылках в Берге ее стали выпускать всего пару лет назад. А так каждый бар, как, впрочем, и некоторые семьи, всегда делает свою бар Режу. Кстати, как вас зовут? Перре. Отлично, я Ирина. Приятно познакомиться. Вы сами местные или приехали на Патум? Я посередине. Родился в Берге, но сейчас работаю в Барселоне. Вернулись, чтобы развлечься на Патуме? Не совсем. Вообще-то, я носильщик великана. Правда? Да. Скажите, он очень тяжелый? Еще какой! Великаны поменьше, весят около 90 килограммов, а те, что побольше, где-то 115. Ничего себе! Как же вы справляетесь? Здесь дело не в силе, а в балансе. Иногда приходят крепкие, накаченные ребята со словами «Сейчас я вам покажу!» и не могут даже устоять с великаном на плечах. В то же время, какой-нибудь худосочный тип бежит с гигантом в припрыжку. Сколько времени можно выдержать с великаном на плечах? Когда процессия идет по улице, и ты шагаешь с ним на плечах, то не больше 20 секунд. Танцевать, кружиться на одном месте, получается подольше, около двух минут. Это престижно носить великана. Девчонки смотрят на вас восхищенными глазами. В общем, да. Это преимущество перед другими самцами. Вечером вы же снова понесете великана. Не против, если я среди прочих поклонниц подойду поздороваться? Давайте, я буду польщен. Тогда за это! Салют! В большом механизме потома Эрре вполне важный винтик. Но кроме него в проведении праздника участвуют еще 250 бергаданцев. И многие из них бесславно за сценой, кропотливо занимаясь подготовкой. Вести венки – женское занятие? Как бы не так. В Берге – это настоящая мужская работа. Вернее, повод провести время без жен с пацанами. Такие венки зовутся коронами. Однако предназначены они не для головы. Короны носят на шее те люди, что будут играть вечером демонов. Когда на демонических головах загорятся петарды, венки не дадут искрам оказаться за пазухой и защитят от ожогов. Трава – лучшее средство. Она не горит, пока свежая, но косить приходится день в день, чтобы не завяло. Бери среднюю охапку венку и начинай крутить. Быстрее, быстрее, еще, быстрее. Все, хватит, достаточно. Отрывай. Понятно, спасибо. Так, теперь делай кольцо и клади его на пол. Давай вот сюда. И смотри, веревкой мы плотно связываем вместе три таких кольца и получаем венок. Сколько же венков в день вам приходится делать? Дай прикинуть. Чуть больше 200. Сколько? Вот это производительность. 200 венков в день. Ну это на всех, я же не один работаю. Неплохо, но тяни сильнее, сильнее. Протискивай голову. Хуан, давай маску. Не-не-не, танец совсем другой. Смотри. И в это время выстреливают петардой. В демонической маске не видно ни сгиль. Она неудобная и на лице не сидит. Но дискомфорт можно компенсировать барэжей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуй, это единственная работа, во время которой законодательно не запрещено употреблять алкоголь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, здесь целый склад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Своя девчонка! Аккуратнее, милая. Не рухни потом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в небольшом каталонском городке Берга проходит легендарный праздник Патум, вся жизнедеятельность граждан крутится вокруг этого события. Под звуки оркестра с хулиганским названием Кобла горожане преклонного возраста пляшут традиционный танец Сарданас. На бульварах в стороне от главной площадки площади Сан-Пере. А в это время в других частях города владельцы магазинов забивают витрины, чтобы ночью их не выдавила толпа. А медики с передвижным госпиталем готовятся к многочисленным экстренным ситуациям. Дневные шествия – это цветочки. Ягодки будут вечером, когда начнется настоящее светопредставление с искрами и огнями. Вечерняя сессия требует особого дресс-кода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он, мой новый образ. Одежда из грубого хлопка – она не горит. И аксессуар не последней важности – платок. В моем случае расцветки каталонского флага. Его смачивают водой и повязывают на лицо, когда из-за дыма становится нечем дышать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово? Вперед! На потом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Площадь перед мэрией одновременно и сцена, и зрительный зал. А сама мэрия на время потома становится чем-то вроде костюмерной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина, привет! Как дела? Все? Ты в полной боевой готовности? Да, мы подготовились, все в порядке. Теперь 6-7 часов будем таскать великанов по городу. Послушай, а девчонки справляются с гигантами? Хороший вопрос. Среди нас девушек никогда не было. Но не потому, что им отказано вместе. Просто с таким весом реально тяжело контролировать баланс. Вот как. Но давай я попробую и проверим. Точно? Но вы же с ребятами поможете мне немножко? Конечно, поможем. Так. Какие инструкции? Вес на ногах или как? Просто вставай с приседа. Нет никаких секретов. Спину не покалечу на всю оставшуюся жизнь. Нет, мы этого не позволим. Так, ты готова? Да. Поднимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты там в порядке? Пока да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коленки уже подгибаются. Подгибаются коленки. Откуда? Опускаем? Да, 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 да. Как ты? О, боже. Я только что подняла на своих плечах беременного слона. Я тебе говорил. Вечерний потом собирает еще большую армию почитателей, чем дневной. Не стройным и уже нетрезвым шагом они маршируют по улицам за персонажами. В их амуниции панамы, куртки, платки и, конечно, баррежа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сопровождении пляшущих бесов появляется еще один потумский персонаж – Гидра. Это существо с хвостом и туловищем лошади, длинный, как у жирафа шеей, и головой огнедышащего дракона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много лет существовал спор между носильщиками Гидры и великанов. Первые уверяли, что Гидры тяжелее, вторые спорили. Потом фигуры, наконец, взвесили. И оказалось, что великан увесистее Гидры на целых 20 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смесь из горячительного, горючего и горящего – вечерний потум праздник не для слабонервных. Входной билет сюда – адреналин, и без него не получить удовольствия. Народ, как говорится, сжет, и его самого тоже жгут. Не самые приветливые на свете существа – Гидры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, большая Гидра, она не очень поворотливая. Но есть еще маленькая, которую называют локо, чиханутая. Потому что она носится, как сумасшедшая, вертится и поливает всех искрами. И так, шутки ради. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди персонажей потома есть своя иерархия. Но царь зверей здесь не тот, кто крупнее и больше толкается. Вы Бергаданка? Да, я отсюда. А что сейчас будет? Мне уже топтали все ноги, и хочется знать, чего ожидать. Сейчас выйдет олига. Это птица. Орел? Да, верно, орел. Он огромный, и у всех на глазах он снесет яйцо. Нет, исполнит ритуальный танец. Все замолчат. Это очень торжественный момент, поэтому на пару минут воцарится полная тишина. А почему нужно молчать? Чтобы показать орлу свое уважение. А это правда, что орел – символ Каталонии? Не знаю, как Каталонии, но символ Патума – точно. Голову орла венчает корона, ибо он – существо благородное. Считается, что танец орла имеет наибольшую хореографическую ценность. Он начинается степенно с танцевальных па эпохи Ренессанса, но с переменной музыки ускоряется, вводя толпу в эмоциональный экстаз. Две минуты спокойствия, и на арену выдвигаются ангелы и бесы. Назад, еще чуть-чуть. Подайтесь назад. Дальше, ребята, дальше. Лучше наденьте свой капюшон. Вы не знаете, почему роли ангелов играют женщины? Ведь по сценарию это же Архангел Михаил со спутником. Да, это они. Так ведь у ангелов наверняка нет пола. Они бесполые. А ребята с петардами, кстати, это черти. Они олицетворяют собой зло. Когда петарда догорает, раздается хлопок, и черт падает. Тогда к нему подскакивает ангел и символически протыкает его копьем. Типа победа добра над злом. АПЛОДИСМЕНТЫ Добро и зло – два ключевых понятия Святого Писания. Хотя об этом легко забыть, но все, что происходит на потоме – часть католического праздника – тела и крови Христовых. В старину все процессии фестиваля были связаны с религией и имели простую задачу – толковать Библию, внедрять в массы мораль и объяснять неграмотному люду, что хорошо, что плохо, интересным и занимательным способом. С годами такие цели повыветрились. И нынешний потом не столько католический, сколько городской праздник с оттенком национализма и лозунгом «Даешь независимость Каталонии». Послушайте, на Патуме из года в год происходит одно и то же. Вам не надоело? Нет, это вообще невозможно. Если с 16 века, то есть пять веков подряд люди прыгают на этой площади, значит в этом что-то есть. Это традиция у нас в сердцах. Что верно, то верно. Зажигать на Патуме для жителей Берге – дело чести. Но особый повод для гордости – быть персонажем. И лучше всего – демоном. С точки зрения бергоданца, быть демоном значит иметь хорошую наследственность, потому что эта роль на Патуме является самой престижной и передается от поколения к поколению. Это отца к сыну или к дочери, ну, с некоторыми исключениями. Поговаривают, что роли демонов иногда вымениваются и даже продаются. В любом случае, личность каждого демона должна быть одобрена городскими властями. Ибо роль посланника ада – дело ответственное и непростое. Нужно не сжечь окружающих и не сгореть самому. Демонов ровно сто. И при них 40 помощников и 23 костюмера. Во время танца каждого демона держит под руку проводник. Если демону плохо, он задыхается, то нужно сообщить об этом проводнику тычком пальца. Услышать друг друга в толпе невозможно. Проводник – это еще и глаза демона, поскольку тому в маске ни черта не видно. Как только демоны с провожатами выходят на площадь, народ принимается повязывать платки на лицо и покрывать голову. Старожилы или ветераны потома из года в год надевают на праздник одно и то же. Считается, чем больше дырок, тем ты круче. Но и на старуху бывает проруха. Поэтому из динамиков долго вещают на каталанском о правилах поведения. Не советую новичкам лезть в самое пекло, потому что едва гаснет свет, на демонах зажигают петарды, и начинается ад. Именно ад и олицетворяет эта мизансцена. В теории верующие вытесняют демонов в преисподнюю. На практике все происходит наоборот. Нечисть наступает, со всех сторон на тебя летят искры, из-за гарри нечем дышать, и кажется, что твой конец близок. Но конец наступает только тогда, когда выстреливает последняя петарда. На лицах участников – счастье. Но по статистике, каждый год на Патуме более 500 человек обращаются за медицинской помощью. Впрочем, наличие пострадавших – вовсе не повод для паузы. И праздник, несмотря ни на что, продолжается. Да, что бы ни говорили, как бы ни убеждали меня в том, что огонь по Туму не жжется, могу заявить обратное, проверено на собственной шкуре. Но разве плохо иметь при себе частичку культурного наследия человеческого? Спасибо за番-богу. Субтитры hoADы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин – пока не знал, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! específicія про шкуп! Н哈哈哈 soartalty,